здравствуйте друзья у нас вопрос здравствуйте михаил у меня к вам вопрос я с мужем и сыном планирую переехать на пмж в лос-анджелес как там сейчас обстоят дела у русских иммигрантов первый вопрос перец единственный связи с холодной войной между америкой и россией мы из казахстана вот как значит казалось бы чего им из казахстана там но может они там русские русскоязычные не знаю как сказать но у нас наверно да их вот волнует вдруг как бы их там вместе с россиянами в связи с холодной войной значит не подгребло куда-нибудь в нехорошую сторону насколько я знаю о русских иммигрантов в лос-анджелесе все замечательно но это сильно зависит от того какой иммигрант есть такие что во дворцах живут а есть такие что на волкере хотя надо сказать что те что на волкере тоже очень жизнерадостные и как бы считают что жизнь удалась есть такой знаете анекдот как старый еврей рассуждает о том что вот царь вот если бы он был царем а он портной вот ведь как по профессии значит он говорит вот я был бы царь так я был бы не просто царь что так я бы днем я бы конечно государством правил а а вечером я бы еще немножко шил я был бы больше чем царь так вот значит русские эмигранты которые на волкере они еще немножко шьют они подрабатывают на кеш знаете какая у них жизнь хорошего поэтому в том смысле в каком там это холодная война значит как вы тут называете знаете я что вспоминаю есть такая трудно читаемая литература как вот история дон кихота написанная сервантесом я пытался во взрослые годы перечитать но у меня не получилось я просто не смог осилить хорошо что я в молодые годы прочитал вот там есть известная ситуация когда дон кихот значит увидел мельницу и он вдруг говорит этот дракон и давай с ним воевать дракон представляет опасность и он значит сказать значит так на коне копье значит там и понесся ну ему естественно там перепала от этой мельницы и мельница не знала что у нее холодная война с дон кихотом эти так получилось а он был абсолютно в уверенности такой полный что воюет с этим драконом значит сервантес высмеивал рыцарство потому что это уже было на излете их время прошло понимаете их время прошло над ними теперь можно было смеяться вот сейчас то же самое произошло прошло время холодных войн прошло время там когда говорили о мышь там вот на них час атомную бомбу бросим вот так же как вот во времена сервантеса понимаете пошли географические открытия пошли осваивать новые территории флот значит испанский там весь мир там посещал торговал захватывал и так далее бабло не лошадь в железных бляхах не мужик закованный в железо там который в шевельнуться не может а суда торговля бабки вот это правило миром понимаете поэтому над рыцарством смеялись как я не знаю что вот тоже самое сегодня произошло бабло правит миром слава богу что не сумасшедшие с атомной бомбой в руках правят миром бабло слава богу значит все живы здоровы более-менее не все к сожалению но все-таки таких жутких ситуаций как раньше нету поэтому значит насчет холодной войны как то так получилось что вот одна сторона может быть как-то холодно воюет а другая об этом не догадывается вот я например живя в соединенных штатах не догадываюсь что у нас тут с кем-то холодная война но есть какие-то разногласия тут и там ну чтобы так вот холодная война там я даже не знаю не заметил я той войны и я правда вот не не в лос-анджелесе русские эмигранты в по севернее муж когда в северной калифорнии тут у нас часов там несколько 5-6 езды за лос-анджелеса но я что-то не заметил чтобы вот это типа холодная война как-то на нас сказалось вот так что возвращаясь к практическому вопросу значит там не обидит ли их там по этой части нет не обидит вам даже барат они припомнят вот так сказать я из казахстана все сказать а ну хорошо никто не скажет слушай это не у вас там барат там вот это вот это вот там саша там из англии нет это не наш ну хорошо ладно в общем повеселились и и хватит так что приезжайте вы увидите сами вот если вы увидите что холодная война идет вы можете занять в ней какую-то позицию и оборонять если хотите я не знаю там что другие люди подумают при этом но в целом как бы здесь тоже есть такие воюющие вы вы удивитесь но вот я на беру удивляюсь у меня может вы не удивитесь но я удивляюсь тут тоже есть такие воюющие причем такое ощущение что мы совершенно неважно на какой стороне так они просто важно воевать вот они бою вот но это как-то они больше сами по себе не то что они с кем-то потому что это знать как мост мосту нужно две опоры чтобы он так стоял понимаете а если вторую опору никто не держит то есть как бы нет второй опоры получается что вот с этой стороны он должен сам весь мост держать вот это примерно то состояние в котором сегодня происходит холодная война в головах тех или иных людей им приходится в одиночку держать весь этот мост потому что с той стороны никого нету такое у меня лично впечатление счастливо